доброго времени суток спасибо что смотрите некоторые эксперименты проводим но я выкладывал видео что собрал ларкина 95 первое звено я не трогаю там у меня я считаю что мы по максималке что можно заряжена на непрокаченном эти основания таких коллекционных на прокачку я поставил ларкина решил поставить во второе звено справа конечно центральный бросок неплохо выигрывает давайте вот так не справа давайте по центру его макдэвиду под ван таймер вот так потому что у него выбрасывание хорошие ларкин 95 слева каприз вообще по убийственная тройка так но снялся я пока кроссби из третьего длина 4 и вот такой 1 4 все гон маршант сеть чем мы тут еще экспериментируем поставил я туку раз к не оставил 88 сейчас где 2 купил честно говоря я что-то не понял в чем прикол но только раз к у меня из 7 бросков пропустил пять или четыре последней игре с компьютером и 7 бросков 4 гола по итогам 246 игры тука раз к 88 у меня 085 практически там у нее сейвы а у этого 05 или 06 получается 92 и не понял что это такое но сейчас посмотрим еще будет много пропускать конечно это не годится первое что я сделаю попробую снять суперспособность а я их уже снял может быть из-за них как я замечал вратаре хуже играют все начинаем поехали второй звено ларкин 95 попробуем на 1 у меня просто скомплектована не хочется его как бы трогать у кого-то сегун тоже езда не пускает хинца знает что ну вот так вот может сделать вот тут как включил один американский один лучший геймеров хоккей нужно пассивную защиту делать то есть не дергаться на игрока просто стоять около ворот самый лучший методик вот наконец ларкин по центр вышел посмотрим как и звено играет главное когда у вас хороший игрок не концентрироваться на том что он у вас хороший играть командную игру если вы потеряете здесь немножко будете например только ларкина играть на ничего вас не получится душем душем и где кто кто-то удалился посмотрите видели сейчас бросок был давайте я повторно жму надо это изучить смотрите внимательно вот сейчас бросок был где-то караск у него агрессивность вроде 8 и 74 на посмотрите где он просто сжался все открыто и выпадался очень далеко из ворот то есть и стран попадал бы в ворота это гол нам просто повезло отсюда очень видно было что агрессивность маленькая на воротарь ворота оставил видите сколько и слева и справа открытые углы похоже придется на 88 вот укураска и менять обратно в чем-то там фишка есть что он работает этот не очень хинцы зажали к борту подергиваемся на руками сейчас зря они так все уехали потому что с хинцем шутить не надо видите опять вот я опять замечаю что раз к почему-то штанга опять и замечаю что раз к очень далеко выкатывается из ворот как будто у него агрессивность повышенными сразу минус для вратарям поэтому наверное со следующей игры ставлю 88 обратно раз к одесса второго какой-то случайный гола а 87 2 продаю обратно за трек 7000 а укупил так ну что у нас ларкин пока ничего ларкин у нас не все не посоветовали его разобрать говорят половину хотя бы получишь это уже неплохо коллекционок ну 95 играет как 85 так по ощущениям будут тарасенко может быть до собирать мэтиус накручивает как хочет там рай канон зубу не далее один один с воротами выйти сейчас забросик сделаем небольшой такой ну сейчас видите всякие задания есть побольше матча сыграть и играя двухминутки играя двухминутные матчи даме двинуто на период раньше по 4 играл макдэвид красиво разобрался это называется финн дацука широко выводите сначала налево потом направо там налево это и в жизни забивает сейчас такие голы главное пошире делать как мой тренер олег меня учил это кстати не очень широко было но срабатывает мы все ларкина тестируем потому что разобрать 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 95 игрока как мне посоветовали это большое дело поэтому надо подумать капризов конечно зверюга начиная с 83 какой там он у меня был не помню уже так не дали пройти на ворота капризов на магната на макдэвида сыграл чем занимается опять раз к ну все все гон ничего не сделал тоже но все гон хорош но мне он нравится когда он слева играет у него под левую руку бросок в дальний угол в девятку обалденный как кстати у бары и у барзала против клюшки пронгера против клюшки пронгера еще ни один нападающий не выставил и вообще с его мощью сам себе 4 ворочек не забил это гол нет кстати должен был угол быть морочек молодец здесь ну вот только раз первый раз пас так и из того то что я помню но и ларкин хоть один на один забивает но слава богу хоть какой-то толку от него это забил так что воротарь почти отбил вот это широко уже было смотреть как перекладывает нормально кисти хорошо сработали здесь видно но в реальной жизни ларкин конечно лучше играет видите такой момент он должен забивать то почему он не забивает пас плохой накапризовал ларкин дал сейчас вообще накапризовал передачи не прошла а должна была бы макар против овечки на новичкам смотрите не падает мощным чувак третий период 40 по поводу ларкин одни вопросы думаю поставлю куда-нибудь третье звено на завершение но для центра слабо слабо вот он карла мне нравится самом начало как он сейчас не забил но единственное чем и жалею что не докачал до 90-го уровня 90-м оставил да не в втором он бы очень хороший был цепкий цепки он как впрочем вот этот чувак тоже бросает вообще шайбы не видно если щелкает поставим звено кросьбе даем на 19 секунд нам тоже кросьбе давать поиграть думаю сейчас кросьбе верну третье звено от ларкина еще и игру сыграю с ним слава богу раз что-то на ноль хотя бы сыграл по поводу раска тоже у меня вопросы еще думаю пожалуй сейчас онлайн игру сыграющую посмотрю что с этим ларкин делать точно ларкин в онлайн игре смотрите следующее видео пока пока